Доброе утро! В эфире новости телеканала «Моя Удмуртия» в студии Марины Симонова и коротко расскажу о предстоящих событиях наступившего дня. Доброе утро! Доброе утро! Вирус от Ростова-на-Дону дошел и до Москвы. В Удмуртии с подозрением на сирозный менингит в инфекционной больнице сейчас находятся трое школьников. Подтвердится ли у них энтеровирус редкого 71-го типа, о котором говорят по всей стране, будет известно через несколько дней после лабораторных исследований. Как обезопасить себя от менингита, медики рассказали Елене Лебедевой. Ижевчанка Наталья Назарова со своей 7-месячной дочкой в инфекционную больницу поступили только сегодня. У маленькой Нади подозрение на энтеровирус. Где и когда малышка могла подхватить заразу, мама до сих пор не понимает. У нас появилась сыпь на шее, на грудном отделе, на плечевом поясе. Потом начало спускаться на локтевые изгибы, на руки. И это температура. Начало 39 поднимается, 40. Очень высокая температура. Высокая температура, сильные головные боли, рвота и мелкая сыпь. Вот основные симптомы энтеровирусной инфекции. Она очень коварна, может скрываться под обычной летней простудой. Потому определить ее сразу невозможно. Этот вирус вызывает множество форм заболеваний. Но самый опасный – менингит. Сейчас в инфекционке с подозрением на сирозный менингит лежат трое школьников. Но поводов для паники медики не видят. Это сезонный подъем заболеваемости. Сезон заболеваемости энтеровирусной инфекции традиционно – это летнее время года. Начиная с июля по сентябрь. Заразиться можно и воздушно-капельным путем, фекально-оральным путем можно заразиться. При употреблении инфицированной пищи, то есть факторов передачи источников много. На сегодняшний день вакцины от менингита нет. Потому самой эффективной защитой от заразы остается соблюдение элементарных правил гигиены. Летом это особенно важно. Ведь энтеровирус в народе называют еще болезнью грязных рук. Медики напоминают тщательно мыть овощи и фрукты, привезенные из южных регионов, кипятить воду даже артезианскую и купаться только в разрешенных местах. Даже при небольшом случайном заглатывании воды можно подхватить инфекцию. Партина развивается очень быстро, особенно сирозного менингита. Поэтому нужно обязательно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. О вспышечной заболеваемости мы имеем право говорить на сегодняшний день в целом по Российской Федерации. Ну и раз есть инфекция в соседних регионах, то нет гарантии, потому что идет миграция населения, что этой инфекции не будет и в Удмуртской республике, и в Чувашии, и в Татарстане и так далее. Сейчас по стране шагает энтеровирус 71-го типа. Это новый вирус, предположительно привезенный из Китая. В Удмуртии за всю историю случаев заражения именно этим редким штаммом еще не было. У нас чаще всего выявляют другой тип, как Саки-Б. Он менее опасный и осложнение практически не вызывает. Но в любом случае советуют медики бдительность не терять и сразу обращаться к врачу. Елена Лебедева, Руслан Нуреохметов, телеканал «Моя Удмуртия». Аномально жаркая погода открыла череду лесных пожаров. На этой неделе в лесах Удмуртии произошло уже 10 возгораний. Сообщения о пожарах поступают каждый день. Горели леса в Завьяловском, Водкинском, Киясовском и Игринском районах. Сейчас в лесах Удмуртии введен четвертый класс пожароопасности. Это еще не ЧАЭС. Прогулки по лесу не запрещены. Но лесники уже перешли на усиленное патрулирование с привлечением авиации. Большинство пожаров выявляем методом наземного патрулирования. И сейчас вот в такую серьезную пожарную обстановку мы уже привлекаем и авиацию. Мы особенно будем серьезно наблюдать за северными районами, там где большие площади, мало населенных пунктов, где очень трудно выявить на ранних стадиях. По-прежнему главной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор. Непогашенный окорок или костер в ветреную погоду может привести к масштабным последствиям, как это было в 2010 году, напоминают лесники. И предупреждают, штрафовать виновников возгораний будут по всей строгости закона. Для физлиц наказание до 5000 рублей, юридических лиц могут оштрафовать до 1 миллиона рублей. И случаи такие уже были. Всего в этом году штрафов наложено уже на сумму свыше полутора миллионов рублей. Дорожные пробки в селе абсолютно городского явления добралось до районов. Первыми неудобства прочувствовали жители поселка Кес. Водители буквально по полчаса простаивали на дороге под железнодорожным мостом. Решить проблему местные власти смогли на этой неделе. Как знает Анна Кавротина. Бутылочным горлышком окрестили этот переезд жителей поселка Кес. На узкой с односторонним движением дороги под железнодорожными путями до недавнего времени собирались целые автоколонны. Знак приоритета установлен со стороны въезда в центральную часть поселка. Тем, кто пытался выехать отсюда, приходилось ждать, пока проедет встречка. Утром, вечером, когда большая часть населения движется по этой дороге, по единственной дороге, которая связывает две части Кеза, тут наблюдается хроническая пробка. Чтобы разгрузить дорогу, в Кизу установили первый светофор. Год назад о его необходимости заговорили все – госавтоинспекторы, автомобилисты и пешеходы. Им тоже приходится пробираться через тоннель. Причем водители пешеходов предпочитали не пропускать. Такие нарушения правил движения были самыми многочисленными на этом перекрестке. Светофор оказался эффективнее штрафов, говорят в ГАИ. Инспекторы оценили преимущество электронного регулировщика. Теперь им можно не патрулировать опасный перекресток. Стало намного лучше, проще. То есть, когда идут пешеходы, то, соответственно, говорит секция. То есть, пешеходы двигаются. Тут и внимание и для водителей, так же и для пешеходов. Пока светофор работает в тестовом режиме. Техники настраивают длительность сигнала. Поэтому периодически возникают перебои. Но уже сейчас водители электронным регулировщикам довольны. То ли пешехода пропустить, не имеем права его не пропускать. Приходится стоять часами. Если пешеход прошел, с той стороны целый поток. Там большой микрорайон, в Азарии большой микрорайон. И это стоишь, ну, по полчаса больше стоишь. А люди на работу опаздывают. Сегодня у всех равноправие. С этой стороны все время пробки были. А сейчас все удобно. Проблем меньше. В ближайшее время чиновники обещали установить еще пару светофоров на центральной перекрестке Кеза. Анна Ковырезина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня определились участники конкурса в молодежный парламент Удмуртии. Это 75 человек, желающих начать политическую карьеру. Было больше, но не все смогли собрать по 250 подписей в свою поддержку. Комиссия госсовета подвела итоги первого отборочного тура. Получилось, что по-прежнему мужчины во власть рвутся активнее. Среди тех, кто хочет побороться за места в молодежном парламенте, 51 юноша и только 24 девушки. Средний возраст участников 24 года. Это различные совершенно молодые люди. Это и студенты, это и предприниматели молодые. Это ребята, которые в организациях и предприятиях работают. Их выдвигали, например, советы работающие в молодежи конкретных предприятий. Это ребята, которые, ну, как бы сказать, вообще села. То есть, вот они решили подать заявку, собрали подписи. Сейчас ребята готовятся ко второму туру. Они будут защищать свои проекты, главной темой которых должно стать социально-экономическое развитие Удмуртии. Комиссия обещает подойти к делу крайне серьезно. Никаких формальностей и поблажек. Из 75 человек останется только 30. Они и войдут в молодежный парламент. Его состав госсовет утвердит на осенние сессии. В Дебесах карабкались в гору. Фестиваль по восхождению на Байгуречь собрал тех, кто поверил в древнее предание. По нему, забравшись на вершину, нужно загадать желание. И оно непременно сбудется. За теми, кто рискнул проверить легенду, наблюдала наша съемочная группа. Вот она, гора Байгуречь. Хотя по географическим параметрам это только холм. 220 метров над уровнем моря. Но местные ее с завидным упорством продолжают называть горой. На эту возвышенность и будут подниматься участники республиканского фестиваля. Страховка и жумары – обязательные условия. В случае срыва вы никуда не упадете. Не надо там кричать «Мама, спаси!» Зачем я сюда полез? Или полезла? Желающих оселить подъем и загадать желаний не так уж и много. Настрой боевой. Подстегивает конкурсность мероприятия. Организаторы будут считать время, за которое участник поднялся по Крутояру и какое количество воды донес. Хотя, согласно старинному преданию, вместо воды должна быть кумышка. Раньше говорили, что если немой человек поднимется в дни летнего солнцестояния на Байгуречь и выпьет на ее верхушке, макушке горы кумышку, то он может обрести дар речи. Понятно, что смысл легенды не такой уж и простой. Она связана с миропониманием, мироощущением всего удмуртского народа. Но в данном случае это не важно, считают организаторы. Важно привлечь сюда больше людей, организовав полноценный туристический маршрут. Поэтому используют все приемы, театрализацию в том числе. Благословение духа горы Байгуречь получено. Вперед в гору за Алексея Олесенко болеет вся его большая семья. Супруга и трое его сыновей. Они приехали из игры. Алексей 220 метров осилил легко, только вот водичку расплескал немного. Следующий участник, точнее участница, оказалась смекалистее. Фестиваль проходит во второй раз, но девушки принимают участие впервые. И воду Донесла не расплескала и желание загадала. Кто знает, может и правда исполнится. Все участники восхождения получили памятные подарки. Дружные обещали и в следующем году принять участие в фестивале. А он точно будет, отметили организаторы. И снова, как уточняется в предании, в день летнего солнцестояния. Елена Слесарева, Максим Кузнецов, Альбина Гореева, телеканал «Моя Удмуртия». И к этому часу все. Увидимся в 7 вечера, расскажем о самых главных событиях этого дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова